Здравствуйте всем! Особенно хочу поприветствовать мам, пап и их малышей, поскольку этот обзор посвящен именно им, а точнее уникальным детским фломастерам для росписи по стеклу и керамике. Почему уникальные, сейчас расскажу. Это фломастеры на водной основе. У меня в руках набор мурабок. Порцелан энд глазки, состоящий из пяти цветов. Желтый, вишневый, темно-синий, темно-зеленый и черный. Маркеры уже готовы к работе. Их не нужно стряхивать или разрабатывать наконечник. Просто берешь и рисуешь. Цвета очень насыщенные. Но имейте в виду, избегайте прямого контакта продуктов питания с росписными поверхностями. Я подготовила простую белую чашку, чтобы протестировать наши фломастеры. В инструкции сказано, что наносить рисунок необходимо только на очищенную от жира и пили поверхности. Поэтому берем жидкость, ватный лист и протираем нашу кружечку. Линии ложатся по стеку очень ровно, прям как по бумаге. Я нарисую радостного праздничного листа. Если какой-то элемент у вас не удался, вы можете смело взять ватку и протереть. Изображение легко удаляется, не оставляя следов. И можно смело пробовать еще раз. Поскольку камера слегка наклонена, мне не очень удобно рисовать в таком ракурсе. Поэтому рисуночек у меня, наверное, немножко исказится. Но наша задача это все-таки нарисовать рисунок таким бы умилым. Стараюсь делать его аккуратно. Для начала я рисую просто пункт нашего рисунка. Затем, когда он высохнет, мы начнем его раскрашивать. Маркер усопнет очень быстро. Посмотрите, пока я рисовала, первые линии уже не сыграли и не пачкаются. Мой мишка будет выпрыгивать из подарочной упаковки. Вот такой вот праздник. Наш контур высох, и теперь мы будем его раскрашивать. Мишка будет желтой. Поначалу желтую наносится очень хорошо и ярко. Затем цвет немножко пропадает. Видимо, все-таки маркеры лежали у меня в коробке. И краска немножко от автарных оминок. В инструкции сказано, что хранить набор рекомендуется вертикально вниз к бочкам. Но это понятно почему. Так что пока отложу желтенький, чтобы он набирал свой цвет. И возьму вишневый, ярко-красный цвет. Он отлично ложится, как мне нравится. Детям будет рисовать очень легко. А это наша главная задача. Немножко поимпровизируем и добавим. Глент и звездочек. Рисуем дальше. После того, как общий фон высох, я могу сделать некоторые штрижки. Не рисуйте сразу покраски, поскольку светлые цвета могут быть пачкать самолее темные. И цвет получится грязным. Вот такой мешок у нас получился. Довольно праздничная композиция, не правда ли? Следуем по инструкции и оставляем высыхать нашу квартиру на 4 часа. Затем необходимо запечь нашу кружку в предварительно нагретой духовке в течение 2 минуты при температуре 160 градусов. А главное, остудить кружку необходимо в этом же духовном шкафу. То есть дождаться, когда она остынет. Слушайте, очень здорово получилось. И теперь нашу кружечку можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 50 градусов. Ну, теперь смело можно отдавать его в будки детям. Вот такие замечательные фломастеры по стеклу нам предоставляет компания Марабу. Маркеры порцелан и глазкидс отлично подойдут для совместного творчества родителей и детей. Порадуйте вашего ребенка и создайте с ним свой маленький шедевр. С вами была Марина. До новых встреч. Пока-пока.